В Тверской области с рабочей поездкой побывал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В Конаковском округе он провел выездное совещание Совета Госдумы, посвященное вопросам развития агропромышленного комплекса в условиях нечерноземья. Участие в обсуждении приняли руководители парламентских фракций, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, губернатор Игорь Руденя. Сегодня в Тверской области агропромышленный комплекс является одним из основных драйверов развития региональной экономики. Верхневолг же занимает третье место в Центральном федеральном округе по индексу производства сельскохозяйственной продукции. По итогам 2022 года объемы сельхозпроизводства увеличились почти на 15%. В текущем году продолжается динамика прироста поголовья животных, увеличивается производство скота и птицы на убой. Растет продуктивность молочного стада и объем производства молока. Перед совещанием Вячеслав Олодин, Игорь Руденя, Дмитрий Патрушев и делегация Госдумы Российской Федерации посетили производственные площадки агропромкомплектации в Канаковском округе. Животноводческий молочный комплекс в деревне Ручьи, Дмитрогорский молочный завод, а также ознакомились с ходом кормозаготовительных работ и образцами задействованы для этого сельхозтехники. В ходе посещения речь шла о наращивании господдержки АПК регионов Нечерноземья, которые в силу природных особенностей не могут конкурировать по производству сельхозпродукции с регионами Черноземья, обеспечении продовольственной безопасности, развитии отечественного сельхозмашиностроения. Мы в начале пути. У нас реально своего машиностроения сегодня в том объеме и необходимого качества пока недостаточно. Поэтому если только нам взять сейчас самые лучшие технологии и здесь реализовать, как, допустим, смогли в свое время создать мощнейшую базу в области вооружения, также сделать в сельском хозяйстве. Новые рабочие места, новые заводы, они будут здесь. Также были затронуты вопросы подготовки обучения кадров для работы в сельском хозяйстве и влечении рынков сбыта сельхозпродукции. Ежегодно на Дмитрогорском молочном заводе перерабатывается более 87 тысяч тонн сырого молока, выпускается 50 тысяч тонн готовой молочной продукции. Сейчас компания реализует в Конаковском округе инвестиционный проект по модернизации производства цельномолочной продукции мясоперерабатывающего завода. Это позволит значительно увеличить мощности предприятия и расширить продуктовый портфель. Регион со своей стороны оказывает всю необходимую поддержку для развития предприятий Верхневожья, в том числе в части предоставления субсидий по различным направлениям создания инженерной инфраструктуры и предоставления налоговых льгот.